В интернете постоянно пипят. Привет, друзья, меня зовут Илья, и не могу сказать, что это утверждение стало для меня каким-то открытием за последнее время. Нет, кликбейт в интернете давным-давно уже норма жизни. Кликбейт, если вы не в курсе, это преднамеренное искажение заголовка относительно сути самой новости для привлечения наибольшего к ней внимания. Хотя, по факту, это все равно вранье. Это, как знаете, диалог двух людей. Один другому говорит, да давай я подарю тебе два билета на Ямайку. Тот говорит, давай, а первый ему отвечает, а я пошутил. Нет, братан, ты не пошутил, ты наврал. Вот примерно то же самое происходит и в отечественном интернете, и на ютюбе, и в печатном сегменте. В том числе все врут для привлечения максимального трафика, а трафик, он, знаете ли, как деньги, не пахнет. И я бы, может быть, вообще не стал затрагивать тему желтизны нашей прессы, но инфоповод касается непосредственно новых айфонов. Мне это интересно, поэтому я делаю этот ролик. Предлагаю зайти в интернет и посмотреть, что же там с айфонами такое произошло. Но сначала давайте посмотрим спонсора. Выбираешь смартфон, а старый продаж на Авито. Мы поможем сделать это быстро. Никто не хочет переплачивать. Адекватно оцени свой товар. Обычно скидывают не менее 25% от цены нового товара. Перед встречей стоит обсудить с покупателем все нюансы сделки и финальную цену. Готово? Поздравляем! Твое объявление восхитительно! Значит, где здесь суть? Открываем браузер Safari. В поисковой строке пишем iPhone 8. И автозаполнение предлагает нам подсказку. Взорвался. Воображение сразу же рисует гектары выжженной земли. Десятки и сотни пострадавших. Инсайдеры вообще на превью своей новости поставили ядерный взрыв. И обратите внимание, вся первая страница выдачи Гугла покрыта ровным и очень толстым слоем хорошего добротного кликбейта. Впрочем, и вторая, и третья, и все остальные страницы абсолютно такие же. В особенности прямо доставляет вот этот заголовок. Купленный в кредит iPhone взорвался во время зарядки. Хотелось бы уточнить у автора, каким образом покупка того или иного товара в кредит влияет на его безопасность. Ну что ж, если айфоны действительно взрываются, то Тим Кук. Это фиаско, братан. Слушайте, ну если такая фигня происходит средь бела дня, должны же ей быть хоть какие-то фотодоказательства. Открываем первую ссылку из Гугла. Лента.ру. Кликбейтный заголовок на месте, но что-то ни одной фоточки не видно. Хорошо, давайте посмотрим второй источник. Это хайтек-мейл.ру. Так, а здесь, смотрите, у нас уже есть фоточки и даже под заголовок взрывное устройство. Отличная шутейка, дружище. Хорошая работа. И на фотографиях, по-видимому, тот самый айфон, который взорвался. Не то, чтобы я был дофига взрывотехникам, но есть у меня подозрение, что взорвавшиеся телефоны выглядят несколько иначе. Ладушки, может быть, хайтек что-то неправильно поняли, использовали не те фотографии, но Apple Insider, кроме ядерного взрыва, вообще ничего не стал использовать. А российская газета Digital вообще обошлась без фотографий. Но зато с активной ссылкой на источник, что в нашем интернете встречается, ой, как редко. Зато на cnews.ru, смотрите, есть дополнительные фотографии, судя по всему, это тот самый взорвавшийся айфон. Ну а теперь давайте проведем собственную экспертизу. Откроем Google и найдем в нем картинки взорвавшегося телефона. Google нам заботливо покажет сотню различных картинок. И вот это взорвавшийся телефон. Или вот это. Или на крайняк вот это. Но никак не это. Собственно, проблема с этим айфоном заключается во вздувшейся батарее, а не в том, что он, блин, взорвался, потому что он не взорвался. Любая литиевая батарея может вздуться, и в этом нет на самом деле большой проблемы, пока это не носит массовый характер. Вот, посмотрите, вздувшаяся батарея. Причем вздуваются они как на айфонах, так и на самсунгах. Вот, пожалуйста, Galaxy S6, покажите эту фотографию Эльдару. Теперь, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, почему у меня так печет, потому что с этим несчастным айфоном на Тайване произошло все, что угодно, кроме того, что он взорвался. Ну, не взорвался он, и не надо врать об этом в заголовках. Собственно, мораль этого ролика в том, чтобы вы максимально тщательно выбирали те источники, из которых получаете информацию, и ту информацию, которую вы оттуда получаете, подвергали максимальной критике. Искали первоисточники, сравнивали с тем, что пишут другие новостные издания, и самостоятельно формировали свое собственное мнение по какому-либо вопросу. Я надеюсь, что если хоть кому-то этот ролик поможет хоть на секундочку задуматься о том, как он потребляет информацию, то я свое дело сделал на все 100%. На этом все. Честь имею. Меня зовут Илья. До встречи здесь, на Юре Тебя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok